Простите, пожалуйста, были проблемы с Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что у вас конкретно? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А почему? Что говорят? Ну сказали что... А чего не говорят хоть? Что нас не пропускают Нельзя... А что там... Под списку Под списку там... У кого там суды иду там дадут... И вот про списку они смотрят по фамилине там свидетель или кто там Ну вы расскажите что вы думаете об этой акции насколько она... Ну это вообще... Не то что там вот... Это даже вот подрались в двух сторон. Специально, наверное, так делают. До конца, наверное, не так и будет, пока люди не дрались. А не думаете ли вы, что это может быть, как еще для упадка духа у тех, кто сейчас проходит по делу? Психологическое давление. Психологическое давление есть. А мне еще интересно, по идее, наши митинги запрещены сейчас или нет? И вот то, что они сейчас здесь собрались, это как... Да я вообще как-то, знаете, я не пойму, почему вот так вот, не то, что они там пришли, их выставили. Я не пойму вообще вот эту, не то, что там логику. Но я не пойму вот это вот. Я как-то вот, знаете, когда я вот это еще вижу, читаешь, когда вот эти... Адамай, можно же в тюрьме сидеть. Еще что хочет там? Нет, еще, знаете, такие вот... А в суде разобрять идет, а что еще надо? И такие вот громкие вот эти, знаете, даже я не знаю, это может быть таким вот... Я даже не могу это определить. Ну вот даже вот эти вообще слова написать, я не знаю. А вы можете представиться, вы кто получается, чей родственник? А чей родственник? Ну не родственник, мы вообще за всех наших, не тоже наших, а вот кто это вот сейчас вот судят, судят их за всех. А имя, вашу фамилию, что мы здесь ждем, хорошо, ладно. Это тоже, да, вот ваше? А вы же там дочка, по-моему, да? Нет, дочка уже зашла туда. Дочка выпустили. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы сюда пришли сегодня? Я просто молча выражаю свою гражданскую позицию, и все, я только за справедливость. А как молча, может быть, вы расскажете? В чем смысл ваших претензий? За справедливость. А в чем заключается справедливость? Можете по пунктам рассказать, что плохого сделал тот, против кого вы сегодня пришли? Вы же не просто так пришли. Я говорю, я вот выражаю, вот написано свою гражданскую позицию. Да, за справедливость вас ужасовало. Поняли, если вдруг как нужно отвечать. Здравствуйте, можете вы, сможете сказать? Можете по тематике. Эджи? А Эджи, как вы, не знаете, от подспыли. Может, вы сможете рассказать, почему вы здесь пришли сюда? Может, вы расскажете? Ну, я подхожу и спрашиваю. А, но все закрываются. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Можно без комментариев? А почему без комментариев? Вы же пришли выражать свою гражданскую позицию. Вы просто против. Ну, посмотрите, пожалуйста, свою гражданскую позицию. Ну, мне нравится. Что вы, в чем она против? То есть, получается, все кричат только, а вы можете рассказать? Тут кто-нибудь, нет, просто нет. Нам что рассказать? Почему сегодня сюда пришли? Я уже слышала выразить свою гражданскую позицию. В чем заключается гражданская позиция, кроме лозунгов? Конкретные претензии? Дело в том, что активисты гражданского общества пришли в Первомайский районный суд, где проходит судебный процесс по экс-президенту Алмазбек Атамбаеву. Дело в том, что Алмазбек Атамбаев за свое президентство нанес огромный, колоссальный ущерб кыргызской государственности и кыргызскому народу. Дело в том, что каждый гражданин Кыргызстана до Атамбаева должен был 300 долларов, а сейчас, вот, за время управления, стало 700 долларов. Дело в том, что здесь... А сейчас-то еще больше увеличилось, представляете, сколько мы сейчас добрали. Сейчас вопрос идет о экс-президенте, понимаете, почему он себе выступает? Потому что все энергетические проекты, Датка Кемин, строительство подстанции Кемин и линии 1-500, там было украдено, своровано более 160-180 миллионов долларов. Дальше, модернизация ТЭЦ города Бишкек, уже доказано, что 111 миллионов долларов нанесен материальный ущерб. Также незаконные поставки угля на ТЭЦ города Бишкек. Во время Алмазбека Атамбаева, именно он крышевал по средней компании Освопрогресс-компании, Освопрогресс-компании. А вы прям рядом стояли. Дали вопрос, значит, строительства ипподрома в Чопуноте. Дали ремонт исторического музея. Тоже все Атамбаев? Все это Атамбаев делал. Лично? Он командовал, он командовал, если бы не было бы его команды, таких больших нарушений не было, понимаете? И поэтому, естественно, он должен нести, понести на... А ЧНБ, когда-то премьер-министром был? Когда была ратификация договора. Здесь вопрос, здесь вопрос, я еще раз говорю вам, что президент, все вопросы решал президент. А, царь-батюшка, я понимаю. Ни премьер-министр, ни парламент эти вопросы не решал, а решал только президент. Только президент, понимаете? Так, может быть, и всех остальных тоже нужно за то, что они сидели, молчали и кивали головками своими. Нет? Того же Солбека Джейбекова, который был при ратификации... Был-то Алмазбека Тамбай? А, ну понятно. Представьте, пожалуйста, имя, фамилию. Мой, этот, я, киву, общественный деятель Рассоум Биталий. А, бұл жыл-құл соттық отырым бүгін күйер-жақты учу гелбе ғалған сөвектен, анын башкадағы бір соттық терештүресу аркен Қарақаушарында, ұсық күл облысында. Ошандықтан ал, гелбе ғалды бүгін күйін күй соттық отырымға, ұшыл-сөвектен жылды, емке берінчігінгі. Өзіңіздерге белгілі олғында еле, мұрдағы сот отырымында, бірінчі гүні Алмазбек Атамбаевты соты залынан соттық терештүрің аяғына чейін чығарып салышқан. Ошандығы біз айтқамыз, бұл Алмаз Атамбаевтың ұқығының бұзылышы деп анкені. Өзіңіздерге құрғағынғы ақысы бар соттың. Сот бұл чешімменен аның ұқығын бұзып, мұнда чейтқанда ата-андаштық принципін бұзылды, да? Бүгін ұшыл бардығылы ұшыл тараптар келді бір жақты ұшылдан башқа. Бұл ұшылар спорттың, бұл қықығының бұл бұл ұшылдарың бұл құл ұшылдары бұл. Бұл ұшылар, бұл қығын, бұл қыған жақтыңы бұл пұл ұшылдарың бұл қады жақсырып. Расскажи, пожалуйста, что сейчас там было и чем. Сегодня судебный процесс был отложен в связи с тем, что один из адвокатов отсутствовал, у него другой процесс в Высокольской области. И, насколько вам известно, на прошлом процессе экс-президент Алмазбека Атамбаева суд своим решением удалил из зала суда до окончания судебного разбирательства, что является нарушением его прав и принципа состязательности. Потому что Атамбаев проходит обвиняемым в этом деле, и он имеет право защищать себя в суде. А судья лишил его этого права. И мы об этом еще в самом начале говорим, что суд по койтошу носит политический характер. И какое будет решение суда, не зависит от самого суди, зависит от тех, кто сидит на седьмом этаже и будет давать нужные указания судебному. И когда следующее заседание? Следующее заседание будет в следующий понедельник. Каждый понедельник, каждую неделю в 10.00 будет проходить суд. Таковы, такой порядок. На прошлом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт, который состоит из 491 страницы. Сколько они времени его зачитывали? Ну, там успели, я не знаю, даже процентов 10, наверное, только зачитать. Это, наверное, займет еще два процесса. А неизвестно, какого состояния Атамбаева? А Атамбаева состояние очень, скажем, нестабильное, потому что у него давление скачет, очень низкое давление, вечерами наоборот, очень высокое, что является очень опасным для здоровья, потому что в любой момент может случиться либо инсульт, либо инфаркт. Поэтому защита несколько раз просила, чтобы ему предоставили соответствующую медицинскую услугу, да, обслуживание, вне стен СИЗО ГКНБ. Но ГАСИН говорит, что все нормально, что они круглосуточно и не волнительском обледении. СИЗО ГКНБ так и говорит, потому что им невыгодно сейчас. Я не знаю, чего власти боятся, но по его состоянию видно, что его, на самом деле, здоровье очень подшатнулось. И это беспокоит нас всех. Тари, потому что сегодня было. Ну, сегодня... Сейчас, сейчас, подождите. Я прицеплю. У меня, это, 10 рук. Да, да, да. Вы можете, пожалуйста, прицепить это у меня? Давайте. Вот в то-то штуку. Это Сергей Слесарев, адвокат Ламазбека Атамбаева. Мы тут, просто, у нас сейчас прямой эфир и туда, и сюда. Ну, сегодня заседание отложили в связи с отсутствием некоторых адвокатов, самой потерпевшей, на понедельник, в следующий понедельник. А потерпевшая кто у нас? Потерпевшая – это мать... Значит, погибшего спецназовца. Ее тоже не было. И поэтому, собственно, процесс не состоялся, и будем понедельник теперь ждать. Оглашение будет также продолжаться. В прошлый раз было оглашение же обвинительного акта, и на следующий понедельник будет продолжение оглашения. А что вы можете сказать о том, что вообще как проходит процесс? Ну, вот в прошлый раз как проходил процесс, насколько он прозрачно, насколько адекватно? Насколько прозрачно, говорит о том, что процесс идет в закрытом режиме, что невозможно в данном случае. Почему? Потому что оснований для того, чтобы проводить в закрытом режиме такой процесс, нет. Законных оснований. А суд закрыл в связи с тем, что есть какие-то определенные материалы, секретные в деле самом. Но, однако же, я ознакомился с материалами дела, и могу сказать следующее, что единственное, что есть секретное, это сами фамилии и имена сотрудников спецподразделения Альфа. Больше там ничего секретного нет. И из-за этого закрывать процесс, когда их непосредственно бы допрашивали, допустим, чтобы их не видели, или каким-то образом не определили, не идентифицировали, можно было закрыть на тех. А зачем тогда, если вы говорите, что нет оснований для того, чтобы процесс был закрыт, и почему тогда его закрывают? Потому что, чтобы общественности не было видно всех обстоятельств, которые действительно имеют место. Что была провокация, что доказательств виновности Алмазбека Шершеновича Тамбаева не имеется в материалах дела. Что в данном случае люди, которые пришли, были, находились в этом, в резиденции, и люди, которые пришли, они пришли просто-напросто из-за того, что создали провокационные действия сами власти. Ну вот из-за этого, наверное. А на самом деле нужно привлекать к ответственности тех, кто совершил эту провокацию.